Привет всем, кто сейчас на канале Station Marks. Меня зовут Владимир. В ближайшие минуты вас ожидает поток новостей за прошедшую неделю. Пробежимся по коронавирусу и мерах предосторожности. Расскажем о низкой безработице в РФ, упомянем прекрасные инициативы Минтруда, а также найдем виноватых и поблагодарим тех, кто трудился во благо страны в тяжелых условиях. В последнее время все большее беспокойство вызывает новый коронавирус, вспышка которого была впервые зафиксирована 31 декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 20 января подтвердилась информация, что данный вирус передается от человека к человеку, а это может грозить эпидемией. Поэтому в Китае были приприняты срочные меры по предотвращению распространения коронавируса. А именно, в самом Ухане закрыли въезд и выезд, а в соседних городах ввели ограничения на передвижение. Приостановили работу общественного транспорта, закрыли туристические и развлекательные объекты. Также власти Китая за два дня возвели больницу для лечения заболевших. Сомнительно, что такая консолидация усилий возможна в условиях строго свободных рыночных отношений. Тем не менее, несмотря на все припринятые меры, распространение вируса продолжается, и случаи заражения уже зафиксированы в таких странах, как США, Германия, Франция, Япония, ЮАР, ОАЭ, Австралия, Южная Корея, Таиланд, Сингапур. Конечно, наибольшее количество зараженных людей находится в Китае, ровно как и случаи смерти зафиксированы только в КНР по состоянию на 1 февраля. Однако генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения созвал второе заседание Комитета по чрезвычайной ситуации, который ввел режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющий международное значение. Ситуация осложняется тем, что разработать вакцину от нового коронавируса станет возможным не ранее, чем через год. В этом нас уверяет фармацевтический гигант Навартис. Поэтому пока что остается надеяться только на эпидемиологический контроль. Хотя Гонконг сообщает, что вакцина есть, ее осталось только испытать на животных, что займет несколько месяцев. Ну а что в России? Уже зафиксированы первые случаи заражения в Забайкайле. Но согласно прогнозу Национального медицинского исследовательского центра в Тизиопульмонологии, эксперты успокаивают нас, говоря, что вряд ли стоит ожидать эпидемии. Путин провел совещание по предупреждению распространения коронавируса, на котором ему вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова поведали о мерах, которые припринимаются в данной ситуации. Как всегда, президент поручил очевидные вещи – минимизировать человеческие потери. Но мы-то знаем, что поручения Владимира Владимировича довольно нечасто вытворяются в жизнь. К тому же, стоит понимать, в каком состоянии у нас сейчас находится медицина после проведенной оптимизации и в каком положении находятся медработники, которые вынуждены выходить на протестные акции. Одним из способов предотвращения появления вируса на территории РФ стали закрытые границы в пяти восточных регионах. О других мерах нам пока найти информации не удалось. Может быть, о них слышали вы? Тогда пишите в комментариях под видео. А вот бизнес принимает меры по своему обогащению на запуганном населении. Производители препаратов орбидол и ингаверин внезапно на просторах интернета и даже в своих инструкциях заявили об их эффективности в борьбе против коронавирусов. Хотя новый вирус в инструкциях не упоминался, но ведь никто и не станет задумываться о том, какой именно это коронавирус, когда постоянно само слово у всех на слуху и на виду. Кроме того, в исследованиях, проведенных по международным стандартам качества, эффективность и безопасность данных препаратов вообще не доказана. Так на что нам остается надеяться? Как всегда, при капитализме на самих себя и на удачу, вероятность которой в стране с такой полупериферийной экономикой, как у нас, довольно мала, учитывая бедность и нищету населения, дикое неравенство и развал медицины с наукой. Конечно, бездонные кошельки буржуев повышают шансы на выживание, способствуют поддержанию здоровья на значительно более высоком уровне, чем уровень большинства трудящихся. Поэтому рекомендации остаются просты. Чаще мыть руки, избегать больших скоплений людей, держаться подальше от кашляющих и чихающих, беречь и укреплять свой иммунитет. Не умерли от коронавируса? Так и есть вероятность подохнуть с голода или от болезней, вызванных некачественным питанием, низким уровнем жизни и повышенным стрессом. Мы ведь нужны ровно настолько, насколько хватит. Мы – это всего лишь ресурс. Забудем о личности. Сломался механизм в системе, заменили другим. Благо, есть куча желающих на ваше место, ведь для этого и нужна безработица. Хотя гордый патриот буржуазного государства под названием Российская Федерация скажет нам, так у нас уровень безработицы на историческом минимуме – всего 4,5%. Но и тут есть подвох, и не все так просто. Персонал не сокращается лишь за счет нищенских зарплат, которые при переводе в доллары оказываются на уровне 2007 года. Хотя все равно сокращай. Пройдемся по тем же сетевкам, где один человек работает за троих, получая копейки и неоплачиваемые переработки. И даже тут на его место готовы прийти, потому что приходится как-то выживать. Тут начинается текучка из одного места в другое, но по факту чаще это означает смену шила на мыло. Говорите мало безработных? Как тогда происходит такое, что отец оставил Шереметьево двух детей, пять и восемь лет, с запиской, что вернется, когда найдет работу? Просил не разлучать братьев и взять на время в приют. Да, безусловно, есть данные о том, что данный человек выпивал, избивал жену и был неадекватен в целом. И даже дело в СК завели. Но не общественное ли бытие определяет сознание? Не из поваренной ли нищеты мы имеем людей сломанных, болезненных, убегающих от реальности через саморазрушение? Ни в коем случае нельзя оправдывать таких поступков. К тому же тут имеет место быть и вопрос о домашнем насилии над женщиной, так как заявление о побоях, по словам жены этого человека, полиция не принимала. Но мы должны понимать, откуда все это произрастает. Вряд ли подобные случаи столь распространены в обеспеченных семьях. Какая еще культура и какой образ жизни могут произрасти из нищеты? Но тем, кто сейчас у кормушки все еще мало еды, да и живут они в параллельной селенной. До поры до времени, однако, потому что противоречия имеют свойство накапливаться и нарастать. И вот Минтруд предлагает еще пояса нам позатягивать, выпуская проект приказа о снижении прожиточного минимума. Зажрались же мы с вами! К тому же, сам Минтруд объясняет это тем, что, видите ли, цены на картофель и овощи упали. А значит, и потребительская корзина подешевела. И ничего, что люди и так экономят на еде. Странно, что само понятие потребительской корзины при этом включает минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимых для здоровой жизни. Вот напишите в комментариях, достаточно ли для здоровой жизни вам 10 609 рублей. Минтруд меняются лица, вносятся поправки в Конституцию, слышатся обвинения, но почему-то жить трудовому большинству все хуже и хуже. Есть, конечно, виноваты конкретные лица и организации. Они всегда находятся, чтобы скрыть неразрешимые системные противоречия. Медведева сняли с поста премьера и... Все рады? Несмотря на то, что он был неким громотводом, принимающим на себя удар общественного недовольства, Владимир Владимирович остранил его не за плохую работу. Наоборот, президент доволен работой прежнего правительства и считает ее полезной. Сложностей было много и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, говорил Путин. А также сказал, что кабинет министров во главе с Медведевым сделал, цитируем, очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны. Наверное, к положительным заслугам можно отнести в том числе и повышение пенсионного возраста. А кроме того, мы уже говорили, что ценные кадры зря не пропадают. И на новой должности заместителя председателя Совета безопасности Дмитрий Анатольевич будет вознаграждаться жалованием в 618 тысяч рублей. Спасибо за работу, Медведев, ДА и компания. Местные атланты вами довольны. Но кроме любимчиков у президента есть и лица, утратившие доверие. В этот раз им оказался Михаил Игнатьев, глава Чувашии. Кстати, о котором мы говорили в прошлом выпуске новостей. Не понравились шутки Михаила и руководству партия «Единая Россия», из которой он был исключен накануне. Что за шутки такие он шутил? Да просто бывший глава Чувашии заставлял МЧСника прыгать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Видимо, тут партия власти и будущий верховный правитель России решили отстраниться от странных поступков Игнатьева, дабы не запачкать своей и так стремительно утопающей в грязи репутации. Временно исполняющим обязанности главы региона, президент назначил депутата Госдумы Олега Николаева из партии «Справедливая Россия». А теперь перемотаем назад. Будущий верховный правитель России... Да, вы не ослышались. В рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступило предложение переименовать должность президента верховного правителя России. Владимир Владимирович оказался скромным и Кремль дал понять, что президент по данному вопросу не имеет никакой позиции. А мы продолжаем тему виновных показательным правосудием. Помните, когда неугодному журналисту Голунову, проводившему расследование, в том числе связанное с похоронным бизнесом, подкинули наркотики? И это вызвало огромный общественный резонанс, после чего журналист был отпущен. Так вот, СК завел дела на полицейских, которые были в этом замешаны. Неизвестно, чем закончится суд, сам Голунов не берется пока говорить о восторжествовавшей справедливости. Но она не восторжествует в любом случае в широком смысле, потому что это всего лишь один частный случай в порочной системе. И трудно представить, сколько таких Голуновых, неугодных власти, криминалу, неким лицам сидит по сфальсифицированным делам. И никто за это не будет в ответе. Да и можно ли считать ответом, даже если их посадят всего лишь исполнители чьих-то приказов? Безусловно, они должны сесть. Но корень проблемы никуда не денется. Это лишь показной процесс ввиду сильной реакции общественности. Вот они, репрессии и расправы с неугодными здесь и сейчас, в демократической России, фундамент которой заложен на расстрелянном Ельцином парламенте. Так для кого это демократия? Правильнее спросить, для какого класса? Явно не для самого многочисленного. Буржуям позволено много, а в том числе лоббировать свои интересы на законодательном уровне. Конечно, ведь это их государство и работает в их интересах. Росреестр предложил разрешить строить дома в городах, расположенных в национальных парках, гласит заголовок Медузы. В том числе, в предложенных поправках к законодательству предлагается разрешить иметь в собственности земельные участки на подобных особо охраняемых природных территориях. В данный момент они принадлежат государству. Но чего удивляться и возмущаться? Бизнес-интересы святое в системе рыночных отношений. Застроят Лосиный остров и прочие национальные парки, сделают частными леса и заповедники, строительные компании получат прибыль, а частные лица готовы платить прекрасный ЖК «Сказочный лес». Вот и решили демократично отобрать у большинства и поделить для себя любимых. Переместимся в северную столицу. Некоторое время назад наши товарищи из Петербурга подготовили сюжет про спортивно-концертный комплекс. Ссылочку для ознакомления мы оставим в описании. Обязательно посмотрите. И вот дело дошло таки до реального сноса. 31 января в ходе работ по демонтажу этого сооружения произошло обрушение, приведшее к смерти одного из рабочих. В компании СК «Арена» сделали заявление, что окажут всю необходимую помощь семье погибшего. Конечно же, следствие покажет, кто прав, а кто нет. Но нарушение техники безопасности на строительных объектах вовсе не редкость. И рабочие как погибали, так и будут погибать. Ну и в завершение блица отличных сводок из мира атлантов. На протяжении всей недели в заголовках новостных агрегаторов пестрели сообщение, что то у одного, то у другого бизнесмена за считанные дни росло состояние. Сперва им стал самый богатый человек в Европе Бернар Арно, чье состояние увеличилось на целых 3 миллиарда долларов за сутки. Причина проста – рекордные финансовые показатели его основного актива – лидера лакшери рынка компании LVMH. Компании принадлежат такие бренды, как Louis Vuitton, Christian Dior и другие. А мы тут жалуемся, что в мире жить тяжело. Противоречия какие-то там. Глупости. Предметы роскоши разлетаются, как горячие пирожки. Едем дальше. Имя гениального Илона Маска на слуху у всех. И он тоже отличился, разбогатев за час на 2,3 миллиарда долларов. Все дело в увеличении капитализации Теслы. Как тебе такое? Ой, а у кого спрашивать? Но это все копейки в сравнении с тем, что смог Джефф Безос. Ему понадобилось всего 15 минут для того, чтобы увеличить свое состояние на 13,2 миллиарда долларов. Не зря в Амазоне объявлена война с профсоюзами, а условия труда зачастую невыносимы. В избежание недомолвок мы понимаем, что такое рост состояния обусловлен скачком цен акций компании, которые принадлежат указанным личностям. Но тем не менее, как же это сладко преподносят СМИ. Смотрите, какие они молодцы. Работают и днем, и ночью. И вот такую идеалистическую морковку вешают перед наивными трудящимися, которые на своих горбах тянут этот балласт. Такими были новости на нашем канале. Ждем ваше мнение о новостях под видео. Подписывайтесь, делитесь с друзьями, звоните в колокольчик. И помните, вы не один, нас много. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...